МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Тюменского госуниверситета. Здравствуйте! Этим летом одаренные выпускники школ, стремящиеся получить качественное современное образование, целенаправленно выбирали Тюмгу. В итоге более 200 талантливых абитуриентов зачислены на первый курс бакалавриата и специалитета. Это 28 победителей и призеров предметных олимпиад для школьников. Среди них победители и призеры таких статусных олимпиад, как Фистех, Изумруд, Воробьевы горы, Олимпиада СПБГУ по журналистике, Открытая олимпиада Будущая Сибири по химии, Всероссийская Толстовская олимпиада школьников по обществознанию. Другая честь талантливых абитуриентов – победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и заключительного этапа межрегиональной многопрофильной олимпиады Менделеев. Также среди талантов 18 человек имеет в своем арсенале 100-бальные результаты ЕГЭ. Из них сразу по 4 стобальника были зачислены в Школу перспективных исследований и Институт социально-гуманитарных наук. Целый год мы занимались тем, чтобы приглашать людей, которые могут внятно, артикулированно объяснить, что гуманитарные науки – это не про педобразование, это не про душу, не про, не знаю, знание языка только. Это именно университетская наука как таковое, университетское знание как таковое. Это основа и база всего дальнейшего развития человека, какой бы он в дальнейшем специальность или направление профессиональной подготовки не выбрал. Без этих знаний он не сможет себя в современном мире сложном найти. Поэтому люди, которые поступили на эти направления гуманитарные, они могут в дальнейшем переходить к чему-то другому, набирать и компетенции, и знания в нашей разработанной программе индивидуальных образовательных траекторий и стать, в общем-то, кем угодно. Таких вот чистых гуманитариев или чистых естественников больше как бы не будет. Они должны быть именно универсалами. И эти люди, которые поступили в высокобальники, они, наверное, исходят из того, что теперь университет Тюменской государственной может им эту возможность предоставить. С этим и связана, мне кажется, вот такая успешная приемная кампания в этом году. Добавлю, что 60 человек получили дополнительные баллы за победы или призовые места в учебно-научных школах Тюмго, Центре робототехники Тюменской области и тотальном диктанте. Более сотни абитуриентов университета предъявили удостоверение обладателей золотого значка ГТУ. Продолжаем выпуск. Венгерский язык легче, чем кажется. По крайней мере, так говорят об одном из самых сложных финно-угорских языков слушатели интенсивных курсов, состоявшихся в Тюмгу. Изучение основ венгерского здесь стало возможно благодаря сотрудничеству вуза с научным и культурным центром при посольстве Венгрии. Занятие с носителем языка – первый пункт для студентов, которые планируют отправиться на стажировку в Будапешт. Я очень надеюсь, что будем продолжать эти курсы. Тут желающие есть. Уже студенты спрашивают, как будущее всего этого, как будет продолжаться этот курс. Я надеюсь, что можем продолжить даже летние курсы. Но летние курсы, может быть, зимние курсы тоже. Мы стараемся все это организовать с нашей стороны. И университет тоже готов в этом участвовать. Так что надеюсь, что будет продолжение. Сотрудничество Тюмгу и посольство Венгрии уже осенью выйдет на новый уровень. На базе университета откроется венгерский кабинет. В новом учебном году также состоится совместный культурный форум. К другим темам. Тут вам не Москва. Накануне Школы перспективных исследований Тюмгу принимала участников Международного передвижного симпозиума современного искусства. Подробнее Дмитрий Обухов. Идея движения, замедления времени и физического прочтения пространства через движение, через медленное трехнедельное движение сквозь страну является для нас таким знаковым метафорическим способом осмысления неизведанности культурной оборудовании страны. С такими мыслями десятки иностранных экспертов и культурологов погружались в вагоны поезда, которые должны промчать их по всей стране. 12 городов, 9 тысяч километров по Транссибирской магистрали и все для того, чтобы найти новые лица и новые имена в современном искусстве. Мы видим, что в Тюмени точно есть запрос на и современное искусство, и его рефлексию, то есть и хотеть получить новые знания. Это точно не может не радовать. Это, наверное, одна из особенностей получается города, вот такое активное вовлечение, жажда знаний. Проект «Не Москва» создавался, чтобы проявить культурный потенциал регионов. В каждом городе, в котором останавливается поезд, участники путешествия общаются с локальными художниками и культурными деятелями, а также знакомят широкую публику с современным искусством. Люди очень хотят слушать про новые формы искусства, что такое современное искусство, но не всегда есть выставки, которые объясняют именно содержание, то есть смотреть реально. Но чтобы оценить современное искусство, надо тоже знать контекст. И мы пригласили наших гостей читать лекции, которые красивым образом объясняют прелесть современного искусства. Тюмень стала одной из точек, где команда передвижного симпозиума сделала более длительную остановку. Кроме запланированной лекции и портфолио-ревью, участники путешествия побывали в школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета. Это то место, где они могут в первый раз прорефлексировать свой опыт, который они получили от Москвы до Тюмени. И с одной стороны, с другой стороны, встретиться с первым и вторым сегментом. Поэтому мы организовали день вначале, у нас было две лекции наших новых профессоров, которые здесь у нас будут в Тюмени теперь работать. Можно будет слушать регулярно. А во второй половине дня мы сформулировали шесть тем для групп, которые связаны, например, с тем, что такое региональное современное искусство, или что такое современное искусство, или как обеспечить массовость аудитории, которая приходит на современное искусство. Поездка по Транссибирской магистрали – лишь часть проекта «Не Москва». Самые яркие проекты будут отобраны для участия в выставке «Бозор» в Брюсселе, а также на Венецианском биеннале современного искусства. Новый рейтинг авторитетного агентства зафиксировал подъем Тюмгу в глобальной таблице за полгода на 205 позиций. Сегодня у Тюменского государственного университета 2749 место среди 25 тысяч вузов мира и 38-е среди 1172 российских университетов. Методология рейтинга основывается на четырех индикаторах – известность, присутствие в Google, открытость и цитируемость научных публикаций. Дисциплина «Россия и мир» станет стартовой площадкой для построения первокурсниками индивидуальных образовательных траекторий. Курс лекций по истории, культурологии, урбанистики и антропологии проведут ведущие исследователи социально-гуманитарной сферы. После лекционного блока студенты будут работать в формате мастерских, а в финале создадут командный исследовательский проект и представят результаты своей работы на суд ученой общественности. Университет инклюзивного добровольчества планирует открыть в Тюмгу этой осенью. Здесь будут учить студентов взаимодействовать, создавать проектные команды для реализации идей. Например, проект «Общий язык» направлен на создание сайта, где каждый желающий может загрузить видеоролики со стихами и прозой на языке жестов. Первым шагом стала сессия по инклюзивному добровольчеству, в которой участвовали 50 студентов, в том числе 8 человек с инвалидностью из четырех образовательных учреждений Тюмени. В сентябре в фаблабе Тюменского госуниверситета откроется Академия профессий будущего. Это образовательный центр для детей от 6 до 14 лет, в котором они смогут осваивать технические и надпрофессиональные компетенции, наиболее востребованные в будущем, согласно Атласу, новых профессий. Детей научат быть успешными профессионалами своего дела в высокотехнологичном мире будущего. Для этого разработано 18 уникальных учебных курсов по 8 направлениям, например, 3D-моделирование, робототехника, умные вещи и разработка игр. И еще один сюжет в конце этого выпуска. Лучшие работы 17 талантливых художников эксперты отобрали для выставки «Творчество молодых», которая открылась в библиотечно-музейном комплексе Тюмгу. Вы тоже можете стать ее посетителем прямо сейчас. Вот сколько себя помню, всегда рисовала, но в художественную школу пошла только в 14 лет. И после этого, можно сказать, началось такое полупрофессиональное рисование. Потом поступила в Тюменский государственный университет на кафедру ИЗО. И здесь уже начала профессионально обучаться живописи, рисунку. Алена Щемочкина – одна из 17 талантливых тюменских художников, чьи работы сегодня украшают стену библиотечно-музейного комплекса Тюменского госуниверситета. Про каждую свою картину она может рассказать целую историю, порой просто невероятную. Более подробно хотелось бы рассказать про вот эту работу, потому что у нее, на мой взгляд, самые интересные истории именно вот у этой серии. Из этой серии у меня представлена одна работа только здесь. Серия называется «Эхо тысячи вокзалов». Она, что называется, здесь мне ничего не приходилось придумывать. Эта серия мне приснилась. Мне приснилось то, что я хожу по выставке и вижу огромные работы акварелью. И понимаю, что это мои. И мне на тот момент было настолько странно, что мне снятся мои же собственные работы. Я просто я проснулась и зарисовала то, что там было. И потом, буквально через несколько месяцев, эта серия воплотилась в жизнь. Работы, представленные на выставке «Творчество молодых», совершенно разные по технике, форме и направлению. На выставке представлена графика всех видов. Здесь есть и печатная графика, здесь есть уникальный график, куда входит и рисованная графика, и акварель, и смешанная техника. То есть разновидность графических материалов. Ну и, конечно же, живопись всегда у нас присутствует. И разные направления, конечно же, присутствуют разные направления, потому что молодежь себя всегда пробует, пробует в разных направлениях. Здесь есть чисто абстрактные работы, есть чисто реалистические. Яркий автор, работающий в графическом стиле, Ксения Галеева. Для нее эта выставка стала дебютом. Это техника высокой печати, вообще это картон. Я вырезала на картоне, можно сказать, почти что трафарет, гравюру. И затем мы отпечатывали на специальном станке типографской краской. Здесь у меня еще подложка, я делаю ее цветными карандашами. А у Веры Бобер напротив. Большинство работ выполнены в традиционной технике холст-масла. Это моя любимая техника, я преимущественно в ней работаю. Здесь представлены пейзажи. Пейзаж это также мой... Я также очень люблю пейзаж. Каждое лето выезжаю на пленэр. Не только летом работаю, осень, весна, тоже очень красивое состояние. Вот здесь весеннее состояние уже теперь началось в городе. Добавлю, что выставка «Творчество молодых» — это совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения. Союза художников и библиотечно-музейного комплекса «Тюмгу». Она будет доступна до 16 сентября по адресу улицы Симакова, 18. Вход свободный, за что спасибо Тюменскому отделению общества знания. Анна Ковалева, Алексей Муйцев. Специально для Еврезион ТВ. А тем временем полным ходом идет подготовка к празднованию Дня знаний. В этом году, 1 сентября, первокурсников Тюменского госуниверситета будут принимать во Дворце спорта. Ждать осталось недолго. А мы с вами увидимся через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин